Вечерний б***ь дослон, вечерний б***ь дослон, подлинный друженик наших времён, вечерний, вечерний б***ь дослон. Добрый день, друзья! Гребенщиков оказался очень кстати к тому ролику, что я готовил. Как раз ролик о пропаганде. Хитом стал сам факт, что Соловьёв начал оправдываться и всех убеждать, что песня вовсе не про него. Полную версию ищите в другом месте, у нас канал приличный, умы и матом не ругаемся. А теперь к теме. И моя миссия помочь наладить диалог между государством и сообществом, которому я принадлежу. Если они чему-то и могут научить, то скорее всего только плохому. Во-вторых, у кого-то во власти может возникнуть соблазн их тупо купить. У нас планируют использовать как агентов Кремля. Юрий Хованский один из самых популярных видеоблогеров нашего Рутюба, если так можно выразиться. Да, друзья, благодаря вашей поддержке информация о голодовке рабочих на московском заводе и о забастовке врачей вышла в тренды. Вы молодцы! Но это лишь маленький эпизод, а глобально пропаганда продолжает править бал, как бы нам не хотелось верить в обратное. Впереди ещё много тяжёлой и упорной работы. Потому что специалисты заподрить людям мозги не просто языком чешут. Они самым непосредственным образом влияют на события и портят, поганят жизни людей. Очень важно понимать, насколько опасно появление таких волков в овечьих шкурах для общего дела, забастовки, протеста, изменения ситуации в стране к лучшему. Опять прошу, длинные комментарии, лайки, репосты. Друзья, читаем новость. Депутат Мосгордумы Наталья Метлина взяла под контроль ситуацию с невыплатой зарплаты на мелькомбинате в Сокольниках. Да-да, тот самый завод с забастовкой. Вдруг какой-то депутат взял дело на личный контроль. Замечательно, так ведь? Разбираемся. Метлина Наталья Борисовна, депутат самовыдвиженец от районов Москвы, коньковый теплый стан. Она же, журналистка и телеведущая, сейчас работает на канале Звезда. Чувствуете, откуда дует ветер? Самовыдвиженец. Вот этой вот статейки год. 50 оттенков пропаганды. Наталья Метлина. Обратите внимание, это не кто-то о ней такое написал. Это она сама о себе рассказывает. Пропаганда как искусство. Сложнейшим и важнейшим из искусств для нас является пропаганда. Например, меня очень сильно волнует отсутствие реальной серьезной оппозиции. Мне хотелось бы, чтобы у нас были политические дискуссии, баталии. Цензура в медиаотрасли. Я считаю, что цензура нужна. Должна быть государственная линия. Если ты согласился искренне ее продвигать, я могу критиковать. Я вообще борец с коррупцией и считаю, что это главная проблема. Победив коррупцию, мы очень много проблем решим в стране. Во как! Оказывается, журналист кремлевского канала Звезда. Борец с коррупцией и хочет, чтобы в стране появилась настоящая оппозиция. Ну ладно, ладно, вы слишком уж не пугайтесь такому внезапному повороту событий. Вот ее страница ВКонтакте. Медленно здесь. Мне не все равно. Мощный заголовок. Только вот почему-то эта страница ничего не публиковала с момента выборов. Наталья на месяц ушла, что ли, в обмывание или что произошло? Депутат вступил в должность и... и ничего. Предвыборные обещания уже не нужны. То же самое в ее телеграмме. То были посты каждый день, я такая активная, я веду предвыборную гонку. А 10 сентября все резко обрывается. А вот ее сайт. Очень предусмотрительно, тут даже не указаны даты сообщений. Но сравнивая контент ВКонтакте и на этом сайте, легко понять, что и здесь как раз месяц ничего не публикуется. И теперь, дорогие друзья, я спрошу вас. С чего вдруг журналистка Звезды Медленно, которая строит из себя такую правильную оппозиционерку, то есть строила до самых выборов, почему она вдруг впряглась за бастующих на заводе работяг? Не стану объяснять очевидное, просто оставлю здесь картинку дудочника-крысолова. Дорогие друзья, будьте бдительны. Власть приложит все усилия, чтобы правильные люди возглавили протест, перехватили его у вас. Не можешь остановить возглавь, древнее изречение. Идеальный вариант. Я уверен, сейчас в каждом регионе администрация ведет поиск и работу с потенциальными лидерами. Их перекупают, их запугивают, по-разному работают, но работа ведется это точно. На этом фоне мне категорически не понравилось видео Александра Балу, который рассказывает зрителям, что пропаганда практически умерла. Работники-ящики бьются в предсмертных конвульсиях. Самое интересное, что по-настоящему важные вопросы Александр переводит просто в шуточку. Хотя на самом деле нужно сосредоточиться именно на том, чтобы подумать, обсудить, как эти проблемы можно обойти. Наше государство может просто к чертовой матери запретить любой YouTube, там, социальные сетки. Оставить просто один сплошной телевизор. Вот это будет такой государственный удар. А вот мне не очень весело. Телеграм они не смогли заблокировать, но у них не было суверенного интернета. Например, Стас Васильев, известный под ником iКакПросто, популярный техноблогер, который прослеживает как раз все эти вопросы, на днях выпустил ролик с названием «Сколько осталось Ютубу?», где он подробно объяснил, что эта проблема вполне реальная, и пора искать варианты, куда с Ютуба уходить. Другая большая проблема – при уменьшении роли ящика. С вашей пропагандой. Двери, как говорится, открыты. Да вы же и так себе на эти каналы понакрутили по миллиону, по три подписчиков. Только никто не смотрит. Вот беда. Вы меня извините, но, например, почему тогда мы постоянно обсуждаем Киселева, Соловьева и Симоньян, если они такие неважные? И какого из ютуберов обсуждают на федеральных телеканалах? Только не надо заливать про то, что не упоминают из страха. В общем, пропаганда сильно припекает, что она уже просто никому не нужна. Влияние телевизора год от года снижается. Если говорить честно, еще много людей смотрят телевизор, Но все меньше и меньше. И пропагандисты одним местом ощущают, что они вот-вот и просто станут не нужны. Светлые времена тогда наступят. Штука в том, что как только пропаганда перестанет работать через телевизор, Все многомиллионные потоки финансов переключатся на интернет. Журналистка, которая строит из себя оппозиционерку и перехватывает протест на московском заводе, Это только один из маленьких примеров. А как же вот это? Юрий Хованский сегодня засветился на фото в компании самого молодого депутата Нижней Палаты Российского Парламента, ЛДПРовца Василия Власова. Причем с думским удостоверением в руке. Не просто взял подержать ради фото, стал помощником законодателя на общественных началах. То есть по сути вошел в его команду и будет с ним постоянно работать. Юрий Хованский, 4 миллиона подписчиков, не хухры-мухры, и партия ЛДПР. Что-то нужно объяснять? Юрий Хованский один из самых популярных видеоблогеров нашего Руттюба, если так можно выразиться. И я думаю, что он один из немногих, кто поднимает достаточно социально значимые темы. Вице-премьер Акимов предложил использовать Бузову, Ольгу Бузову из Дома-2 с ее 12 миллионами подписчиков для пропаганды правил дорожного движения. А если потом понадобится пропагандировать что-то другое, работа уже налажена. Все знакомства завязаны, все знают, кому надо позвонить. Идеальный вариант. Мое выступление – знак того, что государство признает значимость видеоблагосферы и сетевых лидеров мнений. И хочет нас услышать. Это самое главное. А вот Саша Спилберг. У нее 6,5 миллионов подписчиков. Ее заблаговременно пригласили в Госдуму. И речь была очень интересная. Она сама вряд ли понимала, что произошло, но многое угадала. Для молодежи YouTube и другие социальные сети – это как телевизор для взрослых. Кто-то информацию анализирует, а кто-то и просто слепо верит. И моя миссия – помочь наладить диалог между государством и сообществом, которому я принадлежу. Да-да-да, совершенно точно. YouTube – это новый телевизор. А государство очень хочет вас, блогеров, услышать. Что бы сделала я, если бы я работала на государство? Я бы изменила отношение к соцсетям. Особенно тех государственных людей, которые работают с молодежью. Научила бы использовать эти бесплатные инструменты на полную мощность по умолчанию. Подписчики – это те же избиратели. Только результаты видны в режиме реального времени. Дальше еще лучше. Соловьев и Киселев хотя бы говорят от своего лица. А мы, друзья, через 10-15 лет увидим говорящие головы, которые умеют весело, задорно, креативно доносить до народа нужные идеи, месседжи. С 20 миллионами подписчиков. И командой спичрайтеров, которые будут продумывать каждое слово. О, эру сегодняшних пропагандистов мы будем вспоминать как золотое и честнейшее. Ну, и последний кусочек. Я не думаю, что кому-то из политиков в ближайшее время понадобится помощь видеоблогеров. Возрастная категория пока не та, и авторитета маловато. А теперь два слова дадим кремлевскому Руслану Осташко. Он ведь месяц назад пытался попасть в парламент Крыма или Севастополя, я не помню точно. Так ведь не приняли у него подписи. Решили, что он недостаточно провластный. Может начать много говорить, а таких во власти не надо. Но Русланчик своих позиций не меняет. Ну да ладно. Во-вторых, у кого-то во власти может возникнуть соблазн их тупо купить. Это будет очень плохим решением, потому что такие лидеры мнения будут очень токсичными как раз для патриотической молодежи, которая очень остро чувствует фальшь. Было бы очень хорошо, чтобы лидеры мнений, которые симпатизируют антигосударственным силам, не могли присосаться к бюджету. Это было бы просто неправильно. Мы уже проходили это на примере традиционных СМИ и соцсетей, и результаты, прямо скажем, удручающие. Да, а Сташка удручает, что государство не может развить патриотизм. Я думаю, он реально верит, то есть у него такое вот заблуждение в мозгах, что современная российская власть хочет развить в этой стране хоть что-то. Святая простота. Смысл именно в том, чтобы использовать, не развивать, а использовать любые средства и методы. Хоть радио, хоть телевизор, хоть жесткие запреты, хоть блогеров. Для пропаганды. Как только один из инструментов отработал свое, отжил, отправляется на помойку. Речь ни о каком созидании не идет. Нужен новый пропагандист? Берем 10 или 100 миллиончиков, и пропагандист с десятками миллионов подписчиков готов исполнить любое приказание. А для олигархата, качающего наши ресурсы, это все сущие копейки. Итак, друзья, выводы. Первое. Пропаганда живее всех живых. Не нужно самообмана. Конечно, это приятно об этом думать, что да, мы их все победили. Ютуб-блоги – это будущее. Нужно поддерживать независимых блогеров. Реально независимых. Их мало. Те, которых не смогут купить или запугать их еще меньше. Между блогерами должны выстраиваться горизонтальные связи. Второе. Ютуб либо будет заблокирован по требованию властей, либо будет жестко блокировать так называемый негативный контент. А любые протесты и забастовки по умолчанию уже негативно. Либо блогеров будут перекупать. И он станет, Ютуб станет тем же ящиком. Третье. Журналисты и блогеры будут активно внедряться во власть. Они умеют работать с аудиторией. Их уже знают. Ну чем не говорящая голова политик? Если ему немножко помочь с написанием речей и деловым имиджем. Не поддавайтесь на это. Не ведитесь. Их задача властей. Утилизировать любой протест. Задушить забастовки. Власть просто так не отдадут. И власть над умами тем более. А на этом у меня все, друзья. Надо держаться вместе. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев. И до встречи уже завтра. Пока.